Здравствуйте, с вами Александр Рынковский, радио Крым Реали. Я рад приветствовать вас в новом 2020 году. В этом году, так же как и в прошлом, нас можно будет слушать круглосуточно на средних волнах на территории всего Крыма на частоте 648 АМ. Также на северной части полуострова слушайте нас на частоте 105,9 ФМ. Также трансляции наших прямых эфиров смотрите на нашем YouTube-канале. Ну и, конечно же, текстовые материалы, которые создаются по итогам наших радиопрограмм, читайте на сайте Крым Реали. Который доступен на трех языках, на русском, украинском и крымско-татарском. Ну и сегодня мы поговорим про роль личности в истории. И у нас сегодня личность в истории или историческая личность, ну или, во всяком случае, историк как личность Сергей Громенко. Крымский историк. Приветствую, Сергей. Добрый, добрый день, Александр. Привет всем радиослушателям. Итак, о чем мы будем говорить? Вот для начала обсудим одну очень интересную вещь, одно очень интересное событие. Еще 16 декабря 2019 года в Керчи, в сквере у морского вокзала, открыли и осветили памятник историческим деятелям X-XI веков, князю Глебу и игумену Никону. Я, правда, не уверен, что вот князь Глеб, он действительно исторический деятель там, то есть, скорее всего, он был князем таким, да, но вот можно ли его называть керченским историческим деятелям X-XI веков, это мы как раз и обсудим в нашей программе. Но для начала, вот этот памятник все-таки в Керчи его поставили этим и князю Глебу и игумену Никону. И, как сообщает подконтрольная Россия администрация города, в церемонии открытия приняли даже участие заместитель министра культуры России Николай Овсиенко и представители Российского совета министров Крыма. Например, там также присутствовала министр культуры Крыма Арина Новосельская. Давайте послушаем ее слова, что она сказала по поводу открытия этого памятника. Архизначимое событие для Керчи, это яркое свидетельство тому, что город Керчь самый древний город России. Архизначимое для республики Крым, который еще раз и еще раз доказал сам себе Крым, что он является центром мировой цивилизации. Отсюда стопа Андрея Первозванного, отсюда греческая цивилизация, поэтому переоценить очень сложно. Памятник очень достойный, замечательные слова и напутствие для керчан, сказал автор памятника. Поэтому поздравляю всех с таким приобретением духовным в городе героя. И я вас поздравляю, наши дорогие радиослушатели. И вас, Сергей Громенко, нашего гостя сегодняшнего и крымского историка Сергея Громенко, тоже поздравляю с тем, что, оказывается, Крым это вообще центр всемирной цивилизации. Что, Сергей, скажете? Есть у вас вообще слова какие-нибудь для того, чтобы прокомментировать такое заявление? Это, кстати, было не, знаете, не просто мнение человека с улицы, что называется. Это целый министр культуры подконтрольного России и крымского правительства. Ну, какое у нас, знаете, начнем со старого доброго анекдота, дескать, в Чехословакии, да, в той самой чехословацкой республике социалистической открывают министерство флота. Ну и, конечно, советский полпред... Морских путей сообщения. И, конечно, полпредсоветский спрашивает, ну, у вас же, чехословаков, нет выхода к морю, зачем вам нужно министерство морского транспорта? На что чехи ему отвечают, ну, у вас же в Советском Союзе есть министерство культуры? То есть вы полагаете, что вот это продолжение той самой советской традиции министерства культуры? Ну, в каком-то смысле да, потому что, ну, вот я не знаю, удалось ли в какой-нибудь другой стране, кроме как постсоветской, такой современной российской традиции, в одну фразу влепить сразу три совершенно противоречащие друг другу вещи, это надо было уметь. Ну, начнем, конечно... Но влепили. Ну, влепили. Я же говорю, надо уметь. Вот умеют. Вот влепили, и теперь мы попробуем разобрать, для тех, кто кроме Новосельской ничего не слышал и учебников не читал, надо пояснить, что памятник, который посвящен деятелям X-XI века, никак не может свидетельствовать о том, что Керчь – это древнейший город России. Начнем с того, что вот эта вот сама по себе формулировка о древнейшем городе России, она довольно долго рождалась в российском политическом дискурсе, и есть как минимум один город, который ее оспаривает, это Дербент, но в любом случае речь идет о VII веке до нашей эры. Вот именно тогда появились на берегах Керченского пролива первые греческие поселенцы, основавшие ряд городов, один из которых, он был, кстати говоря, даже не самым первым, а, в общем-то, по-моему, даже третьим, Пантикопей, уцелел и дожил до наших дней, поэтому действительно в восточной Европе к северу от Дуна – это действительно древнейший город из всех существующих. То, что он не российский, ну, это, как бы, понятно, всему миру, кроме России и тех двадцати… Но, с другой стороны, вы знаете, вам, россияне, могу сказать, мы, как бы, этот город завоевали там в XVIII столетии, ну, вместе с Крымом. Да, потом в XX и теперь в XXI. И теперь в XXI веке, в 2014 году. Да, город, без всякого сомнения, город из тех, которые находятся под российским контролем – это древнейший город, тут нет никаких сомнений. Но, тем не менее, в любом случае, мы говорим об греческой эпохе, об эллинской эпохе. Вам сказала госпожа Новосельская, я лично это понял, что вообще греческая цивилизация, она пошла из Керчи. Ну, из Керчи и дальше, и дальше в Украину, и отчасти в Россию современную, да. Но, понятно, что греки были давным-давно и до Керчи. Но, в любом случае, вот греческая цивилизация и вот этот вот, ну, вот этот вот культ, культ древнейшего города – это всё-таки VII век до нашей эры. А тут Глеб, а тут Глеб, а тут уже X-XI век нашей эры. То есть, это прошло больше, чем полторы тысячи лет с момента основания Керчи. А между ними ещё находится апостол Павел, про которого, вернее, апостол Андрей, про которого есть хорошая песенка, но про которого нет надёжных исторических свидетельств о том, что он, я сказать, здесь был и потом поднялся по Днепру вверх. Я вот, кстати говоря, тоже должен удивиться. Ведь, да, ну, чёрт с ним, что у нас нет исторических свидетельств. У нас есть предание. Но по преданию-то поэтому Андрей же поднялся по Днепру до Киеву и сказал, что вот оно место, где воссияет благодать. Керчь. Киев. Киев, да. И вообще апеллировать к Андрею, первозванному, связавшему Крым с Киевом, ну, по лезвию ножа. Наверное, потому что в слове «Киев» четыре буквы, и в слове «Керчь» тоже четыре, а, стоп, «Керчь» в украинском написании тоже четыре буквы. Поэтому, наверное, министр, это подконтрольная Россия, министр культуры Крыма и связывает так эти два, наверное, события. Ну, в общем. И первая буква сходится. И в конечном итоге ходит по лезвию ножа, ходит по лезвию ножа с этим Андреем, и вот так вот события больше, чем полутора тысяч лет, от 7 века до нашей эры, потом 1 век нашей эры, наконец, 10-11, сливаются в одну фразу. Я даже не уверен, что вот кто-нибудь, кто там даже читал учебник по истории, он сможет вот осознать всю глубину этой фразы. Я вам сейчас и вам, Сергей Громенко, и вам, наши дорогие радиослушатели и зрители, предлагаю послушать еще одного культурного деятеля из соседней России. Это Николай Овсиенко, это заместитель министра культуры России. Он полагает вообще, да, что вот этим памятником и этими историческими персонажами, князем Глебом и Игуменом Никоном, вообще формализуется существование единого российского государства. Давайте послушаем. Он, конечно, понимал, что это единая страна, он, конечно, понимал, что это единая история. И то, что мы сегодня, находясь в самом древнем городе Российской Федерации, в Керчи, мы понимаем, что история Керчи никак не отрывна от истории большой России. То есть, понимаете... Но здесь, к сожалению, приходится констатировать, что вот в его словах есть логика, и это та боль, которую я несу с собой последние 6 лет. В российском дискурсе, в российском дискурсе, вот принадлежность Керчи к тему тараканьскому княжеству, это один из, ну, я бы сказал, столпов. Это вот один из столпов современной российской истории. А теперь давайте расскажем вообще, кто такие князь Глеб и Игумен Никон, если был такой исторический персонаж. Ну, это, да, это, конечно, не тот Никон, который всем известен из 17 века в связи с российским расколом. Вдруг, на всякий случай, чтобы имя не вызывало у слушателей ненужных ассоциаций, это не тот Никон, это другой Никон. Что касается князя Глеба, ну, да, был такой князь Глеб. Проблема, почему, во-первых, этот памятник появился, почему именно им, почему в Керчи? Начнем с того, что существует в истории, в историографии проблема границ Киевской Руси. Ну, вот существует такая проблема, потому что в раннем и позднем Средневековье не очень там много времени тратили на то, чтобы ставить пограничные столбы. И в результате мы там дискутируем десятилетиями, в этом случае дискуссия идет уже больше ста лет, о том, входил ли Крым в состав Киевской Руси. Важнейшим, ну, вот важнейшим аргументом в пользу тех российских историков, которые так думают, является вот это вот историческое событие, историческое событие XI века, когда князь Глеб, княжевший Тьму Таракани, а Тьму Таракани, это вот руины Тьму Таракани находятся напротив Керчи на Таманском полуострове, взял и по непонятным причинам измерил по льду расстояние вот от Тьму Таракани до Керчи шагами. И пришел к какому-то определенному выводу, я сейчас не буду врать, я не помню, сколько он там... Десять тысяч и четыре тысячи сожжений. Вот Ив повелел по этому поводу выбить надпись на камне, который был в XIX веке благополучно обнаружен. Подождите, Сергей, но вот если я беру небольшую историческую справку, якобы вот в 1791 году, извините, в 1792 году был обнаружен этот исторический камень, мраморная плита с надписью на то ли старорусском, то ли на старославянском языке, в который сообщается об измерении расстояния между двумя городами Тьму Тараканью и Корчевом в 1068 году. И на самом деле, даже уже когда тогда появился этот камень, его называют, что это вообще начало для всей современной российской эпитафики, да? Ну, не эпитафики, потому что это не могильный камень, эпиграфики, да? То есть, Сергей, смотрите, и очень интересный момент появляется. Вот вообще этот камень, до этого, получается, не было никакой эпиграфики в России, в Российской империи. Тут присоединяют не так давно перед этим, да? Там меньше 10 лет прошло с момента присоединения, ну, захвата Крыма, аннексии Крыма Российской империи. И кубанской стороны. Да, и Кубан, ну, и части Кубани. И как-то сразу же моментально находят камень, якобы который лежал, на который никто не обращал внимания, и на котором написано про князя Глеба XI столетия. К сожалению, мне приходится констатировать, что большинство аргументов в пользу того, что это подлинный камень, они все-таки заслуживают доверие. То есть, это подлинный камень все-таки. И на самом деле, чтобы и ты понимал, и понимали все слушатели, это не единичная такая ситуация, когда из древности разные важные камни выковыривают, которые использовались совершенно не по назначению, были неизвестны. Буквально пару лет назад, вот буквально пару лет назад, не буду там точно говорить, но точно после 2014 года, нашли один из камней, на котором был описан небольшой фрагмент, относящийся до похода персидского царя Дария сюда, на территорию Украины, в Северное Причерноморье. Камень этот был когда-то выбит персами для увековечения чего-то там, а потом использовался в качестве балласта в корабле, и вот в этом смысле он где-то когда-то утонул, и потом его с большим трудом и внизу, в общем-то, случайно нашли. Да ладно, камень. В 15-м году в Британии под парковкой нашли могилу короля. В 2015. В 2015. Не буду врать, какого короля, не помню. Но то, что вот его нашли прямо под парковкой, ну вот так вот сложилось. Поэтому дискуссия была долгая. Есть те, кто говорят, что это фальсификат довольно поздний, довольно грубый такой. Но в конце 20-го века, в общем-то, большинство ученых пришли к мнению, что действительно камень подлинный. А то, что его нашли именно в это время, это логично. Потому что вот захватили территорию, начали ее всю перекапывать, и тут камень немаленький по размеру. Поэтому, скорее всего, это правда, был князь Глеб, который мерил расстояние до Корчева. Но вот надстройка над этим фактом, вот базис, который, вот базис, он есть, он более-менее адекватный. А вот надстройка, она совершенно никуда не годится. Потому что на камне не написано, что Керчь и Муторакань входили в состав одного княжества. На камне даже не написано, что там, ну, не написано, не написано много, и самое главное, кроме того, что там много чего не написано. Самое главное, что камень-то найден не на территории Керчи. Вот если бы он был найден на территории Керчи, это, конечно, был бы очень сильный аргумент в пользу российской версии. Но он был найден в Муторакане. Он был найден на той территории, которая, вне всяких сомнений, согласно всем источникам и данным, входила в состав Киевской Руси. А Керчь не входила. И то, что князь знал расстояние между двумя главными городскими церквями, это еще не значит, что вот в Советской, это в Российской империи было удобно. Потому что, дескать, Керчь, древнейший город, значит, Российской империи, посмотрите, свет православия, мы там раньше татары, все такое. Потом в Советской историографии, сейчас в Российской. Борьба против этого мифа, она ведется, она ведется активно, но, к сожалению, она совершенно безуспешна. Россияне из этого камня, из этой надписи столько выкручивают, сколько ни один налоговый инспектор не выкручивает из-за олигарха. Ну, вы плохо знаете, наверное, налоговых инспекторов. Но я соглашусь с вами о том, что, конечно же, мастерство российских, вы называете их историками, можно назвать там пропагандистами от истории, оно, конечно, велико. Если делать многочисленные выводы и писать тома целые якобы исторических произведений на основании только одного камня. Ну, ладно, в защиту многих коллег из России я скажу, что еще в 2003 году, когда появился соответствующий том археологии, ну, когда это была серия археологии СССР, начата еще в Советском Союзе, потом продолжена. И вот в томе, который посвящен средневековому северному причерноморью, черным по белому написано, что никаких доказательств нет, что Керчь входила в состав Тьму Тараканского княжества. У нас нет никаких византийских документов, это был византийский город средневековья, нет документов, которые показывают, что Византия лишилась над ним контроля. То, что там находят русские, русские печати и монеты, это, естественно, потому что торговля шла. Я думаю, что князь Глеб, вот он уточнял из каких-то там своих экономических соображений. Разведал дорогу, может быть, там таможню учредил, ну и в честь этого заодно и померил расстояние. И, может быть, подумал, стоит ли строить по программе ФЦП мост через Керченский пролив. Керченский мост он не построил, но по льду, по льду, конечно, прошел удобно. По льду, на самом деле, в Древней Руси, в отсутствие дорог, по льду главным образом сообщались между городами. Поэтому это естественно. Вот он новую дорогу по льду проложил, отмерил, все, камень выбил и поставил у себя в доме, в Тьму Таракане, не в Керчь. Поэтому все вот эти вот многозначительные выводы, на кладбищах средневековых Керчи нет нужного слоя с погребениями древних славян. Отдельные купцы, которые там были, да, они там умирали, похоронены индивидуальные могилы. А вот чтобы слоя такого, что, значит, здесь жило постоянно славянское население, оно умирало, его там хоронили, нет этих доказательств. А вы знаете, Сергей, вот я вам сейчас попробую оппонировать. Если мы посмотрим, например, на кладбище на некрополе крымских городов, мы практически не обнаружим там надписи на украинском языке, эпитафии вот этих, да? Но это же не говорит о том, что там украинцев не было. Но если мы... И не умирало, да? К счастью, к счастью, археология 20 века гораздо более проста в употреблении, чем археология там 10-11 века. То, что нет надписей на украинском языке, легко можно проверить по актовым данным. То есть записи о смерти, которые выдавались после 1954 года, они делались на двух языках, на украинском и русском. Поэтому тут нет проблем. Вот когда откопаешь неизвестную могилу, то по ней, конечно, нельзя определить, русский там лежит или украинец. Это вот трудно. А так-то по документам это легко восстанавливается. Поэтому в средневековье, когда документов не было, по могиле ясно, кто там лежит. Потому что костюмчик, вооружение, вот это вот всё, оно просто так не появляется. Понятно. Почему мы сегодня об этом говорим? Потому что современная Россия использует современное российское государство. Оно смогло, мне кажется, всё-таки своим согражданам пояснить или вбить в головы, что называется, что Крым – это вот исконно русская земля. Об этом выступает… Увы. Да, да, и до тех деятелей, которые сейчас возглавляют российское государство. Да. И тут возникает у меня вопрос. Если Крым – исконно русская земля, вот по их логике, и даже вот этот самый Тмутараканский камень, и в честь его поставленный памятник теперь в Керчи этому князю Глебу и гумену Никону, если это действительно вот такая исконно русская земля, то куда делось тогда всё русское население вот на протяжении последующих веков? Злые татаровья. Злые половцы и злые татаровья. Это та самая вот, ну, не то чтобы там клише, но стандартный ответ, который был изобретён ещё в конце XVIII века. Мы же сейчас на самом деле обсуждаем не новоделы российские. Мы пережёвываем, простите, жвачку, которую впервые слепили Потёмкин с Екатериной в конце XVIII века, которым нужно было пояснить, что они не захватывают чужое, а возвращают своё. Именно из первой аннексии Крыма корни растут того, что Крым – это исконно русская земля, что татары, значит, пришли вместе с монголами и тут всех захватили, вырезали, поработили, что отсюда из Крыма свет веры православной воссиял на Руси и тому подобное. Путин ничего не изобретает. Путин практически возвращает к жизни вот это вот всё, что накопилось за последние 250 лет. И поэтому, да, как были тут славяне не только в Керчи, в Судаке, значит, сурожские гости, вот это всё. Крым процветал и буял славянским населением, а потом, значит, пришли половцы, а потом пришли татары и всё. И всех убили, ограбили и поработили. И только вот в XVIII веке кровью и потом Россия вернула себе своё. Вот это тоже не выкорчевать из современного русского человека. Да, а теперь интересный вопрос. Вот вы не так давно представили свою новую книгу, которая называется «250 лет фальши. Российские мифы истории Крыма». И теперь у меня возникает к вам резонный вопрос. Если вы говорите, что это не выкорчевать из современной вот такого российского мировосприятия, то тогда к чему ваша работа? Вот зачем развенчивать эти самые мифы? Ну, во-первых, прямо сейчас есть ещё две аудитории, которые очень нуждаются. Это речь об украинской аудитории, которая пострадала от советского дискурса. И для многих вера в хороших русских, исконных в Крыму, плохих, злых татаров и тому подобные вещи, это же просто вот наследие, которое осталось из советских учебников. И если не дать никакого другого взамен, ничего другого взамен, так оно и останется. Украинцы, которые сейчас, в общем-то, отрезаны физически от российской пропаганды, они могут переключать каналы, они могут выбирать другие книги, нуждаются только в разнообразии. И поэтому на украинском языке и появляется такая книга для тех, кто хочет из своих узнать больше, хочет оппонировать, хочет просто не верить россиянам. Вторая аудитория, более специфическая, это все-таки наши западные партнеры и коллеги. Приходится, к сожалению, констатировать, что многие журналисты и даже те, кто называют себя аналитиками, не заглядывают вглубь истории Крыма дальше, чем там на 200 лет. Если на 200 лет посмотреть, ну вот, смотрите, там Екатерина, Севастополь, Черноморский флот, какая Украина, давайте, все у них в порядке, давайте возвращайте Крыму. Поэтому я стараюсь показать, что не все так просто, не все так однозначно, и гораздо глубже российской истории находятся гораздо более широкие и обильные пласты, в частности и крымско-татарские. И ряд тезисов из этой книги уже там до этого были переведены и изданы на английском языке, и пока существовала при предыдущем президенте Министерство информационной политики, оно их распространяло по нашим зарубежным представительствам для того, чтобы те могли с дипломатами работать. И вот так вот сегодня есть две аудитории, с которыми мы пытаемся наладить коммуникацию. А на будущее, когда она, наконец, падет, когда вот эти излучательные башни, вот эти вот излучательные башни, про которые писали Стругацкие в «Обитаемом острове», когда они падут в России, или там Останкинская игла Кощея Бессмертного сломается, и у россиян возникнет необходимость, потребность, или, по крайней мере, возможность прикоснуться к какой-то альтернативе, ну тогда вот... Почему она должна возникнуть, эта потребность? Я вот просто себя ставлю на место какого-нибудь россиянина, который приехал в Крым после 2014 года, ну, условно, откуда-нибудь там из Западной или Восточной Сибири, или с Дальнего Востока. Ему рассказали, что Крым – это исконно русская земля. И он приезжает сюда, а потом, по прошествии нескольких лет, ему говорят, нет, как бы вас здесь не стояло, вы не имеете никакого права на эту землю. Он говорит, позвольте, как это я? Я же русский человек, я имею право на эту землю, нам в учебниках так рассказывать. Почему он должен поменять свою точку зрения? Тут весь вопрос заключается в том, что миф о едином русском Крыме, он же ж не существует в вакууме. Он непосредственно подверстан под дискурс, который можно определить, как великая и могучая Россия, вставшая с колен. И вот до тех пор, пока человек верит в единую могучую Россию, вставшую с колен, конечно, он не засомневается в русском Крыме. Это наивно. Он больше того не засомневается в русском Кенигсберге, он не засомневается в русских, я не знаю, Курилах, в русском. Больше того, я даже предполагаю, что он скажет, что и Хельсинки, и Таллин, и Рига, и Варшава – это все исконно русские земли. Наши миги сядут в Риге. Мы все это уже проходили. Но вот пока этот дискурс про великую единую могучую Россию силен, бессмысленно-бессмысленно оппонировать. Но случаются с Россией такие времена, ну, вот там, например, в 1917 году, в 1991 году, когда хочешь, не хочешь, а вот этот вот дискурс про великую Россию начинает рушиться. Потому что когда... Ну, что там? Все же помнят. И кто не помнит 1917, тот помнит 1991. И вот когда рушится дискурс про великую могучую Россию, тогда трещины бегут и по всем сопутствующим мифам. И вот этот вот тот самый уникальный шанс вот в России, в нынешней, было такое время, грубо говоря, с 1989 до 1993 года, когда страсть русского человека к познанию истории настолько возросла, что все, чем мы сегодня оперируем, появилось именно в это время. Все рассекреченные документы, все переизданные мемуары и тому подобные вещи. После 1993 года началось движение в обратную сторону. Сергей, ну тогда, скорее всего, тогда станут из-под сукна, что называется, какой-то лист, на котором будет написано. Ребят, ну как бы давайте оставим историю историкам. А мы сейчас с вами давайте просто договариваться, исходя из какой-то вот сложившейся ситуации. Например, там большинство населения Крыма составляют русские. Большинство населения России составляют русские. Поэтому вы ничего, значит, как бы не... Вам еще даже и вспомнят о том, что и скажут, и в Украине вообще, наверное, тоже большинство русские, просто они не признаются в этом. Вне всякого сомнения. Поэтому, конечно, весь вопрос... Я в этом смысле реалист. Мы к исторической дискуссии сможем прикоснуться только после того, как свою дискуссию завершат военные и политики. Вот тогда появится шанс для исторической дискуссии. Попытка переубедить кого-то сейчас, пока дискуссия между военными продолжается, это сродни переноске воды в решете. То есть, в принципе, можно, но это... Но, Сергей, с другой стороны, мы можем посмотреть опять-таки на данные тех же самых средств массовой информации. То есть, в Крыму смотрели российские телеканалы, в Крыму читали российские сайты. И хотя, если это даже непосредственно не влияло на какую-то местную жизнь, все равно был достаточно... Ну, достаточно интерес. Я не скажу, что он был подавляющий, но был такой интерес к событиям в России. И тут извечный спор о том, что первично там историческая курица или не менее историческое яйцо. И поэтому есть еще одна точка зрения на эти исторические события. Я не буду называть конкретно, кто говорит о том, что с историческими мифами можно бороться только другими историческими мифами. Но такая точка зрения тоже присутствует. А вы как считаете, можно ли бороться с историческими мифами только другими историческими мифами? Чисто в тактическом плане, в краткосрачной перспективе, и в этом, может быть, и есть смысл. Но надо же попытаться заглядывать чуть дальше, и пройдет одно-два поколения, и уже мифы свои собственные начнут вредить. Вредить, как сейчас российские мифы, вредят России объективно. Вот кажется, что это не так. Кажется, что российские мифы, они... Сплочают, например, да? И укрепляют Россию. Но это же не так. Если бы... Почему? Почему бы так считать? Ну вот, да посмотрим же на этот самый несчастный Крым. Вот если бы не существовал 250-летний миф о том, что Крым – это Россия, то, может быть, может быть, и не пришло бы в голову Владимиру Путину так страшно рисковать своей страной и своим народом, и совершать первую в Европе после Второй мировой войны аннексию, впрягаться в противостояние с Западом и тому подобное. Почему? Потому что там были уверены, что Крым – это Россия. Да какие там проблемы? Там большинство русских. Все пройдет гладко. А потом еще и Новороссия, населенная русскими, они тоже все по команде пойдут под Россию матушку, от этой Украины останется, там от Киева до Львова, и все. А в 2014 году оказалось, что это не так. Что там, где у русских есть преимущество, ну, не у русских, а у россиян, где у них есть преимущество в танках, вот там и есть Россия. А если начать пытаться достучаться до местного населения, то население их мифам не верит. И поэтому Россия объективно после 2014 года находится в гораздо более худшем положении, чем до 2014 года. Нахрена им это все было надо? Я, конечно, понимаю про военные соображения, про экономические соображения, но вера в то, что никаких украинцев нет, а есть там малороссы и новороссы, вера в то, что Крым – это исконно русская земля, она все-таки подвигла вот ко всей этой авантюре, которая Россия еще будет очень долго отрыгиваться. Понятно. Спасибо вам, Сергей Громенко, крымский историк и автор новой книги «250 лет фальши. Российские мифы и истории Крыма» был гостем студии радио Крымреали. Напомним, что наши программы можно слушать теперь круглосуточно на частоте 648 АМ на средних волнах. Оставайтесь с нами либо на 648, либо на 105,9 ФМ, либо читайте текстовые материалы, которые выходят по итогам наших программ на сайте Крымреали. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok